Благо Духа. Аминь. Святого Отца нашего Иоанна Затаустова, слово к верующему Отцу. Продолжение. Но может быть вы хотите видеть детей от детей? Как же это, когда вы сами еще не сделали с истинными Отцами? Не рождение делают таким Отцом. С этим согласятся и сами родители, которые, видя детей своих дошедшими до крайней порочности, отвергают и чуждаются их, как бы ни своих. И ни природа, ни рождение, и ничто другое тому подобное не может удержать их от этого. Пусть же они и не считаются Отцами те, которые далеки от любомудрия, но когда родят их таким образом, тогда пусть ожидают себе внуков, потому что тогда только и смогут они увидеть их. Дети – их суть, которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились. Евангелие Теана 1.13 Это дети не заставляют отцов беспокоиться ни о деньгах, ни о браке, ни о чем-либо другом подобном, но оставив их свободными от всякой заботы, доставляют им большее наслаждение, чем каким пользуются плотские отцы. Они рождаются и воспитываются не так, как те, но гораздо лучше и блистательнее, потому и радуют родители более. Кроме того, сказал бы я и то, что неверующим в воскресенье естественно плакать о детях, так как для них и остается одно только это утешение. Но мы, которые смерть почитаем сном и научены презирать все здешнее, удостоимся ли какого-либо прощения, если станем плакать о них и будем стараться о том, чтобы видеть детей и оставить их здесь, откуда сами стремимся удалиться и где, пребывая, воздыхаем. Впрочем, это сказано нам не для людей более духовных, а тем, которые любят плоти, очень привязанных к настоящей жизни. Я сказал бы, что, во-первых, неизвестно, будут ли непременно дети после брака, во-вторых, если и будут, то от них будет горя больше, потому что мы получаем не столько радости, сколько скорби от ежедневных забот, беспокойств и опасений за них. Но кому, скажут, оставим и поля, домы, и рабов, и золото, они, как я слышу, и об этом плачут. Тому, кто и прежде имел право наследовать их, а теперь тем более, чем более надежным будет он теперь и хранителем, и обладателем их. Тогда многое могло вредить этим благам. И тляя долговременность, и разбойники, и клеветники, и завистники, и неизвестность будущего, и непостоянство людей, и, наконец, смерть могла лишить сына, и денег, и этих имений. А теперь он сложил свое богатство выше всего этого. Нашедшее место безопасное, куда ничто исказанно достигнуть не может. Именно небо есть такое место, которое недоступно никакому нападению. Плодоноснее всякой земли, сложившим в нем свои богатства, дает пожинать плоды их великом изобилии. Посему не теперь надлежало бы говорить так, но когда бы сын намеревался быть человеком мирским, тогда надлежало бы плакать и говорить, кому оставим мы поля, кому золото, кому прочее имущество. Теперь у него столь много власти над богатством, что он не лишится обладания им даже и подшествия отсюда, но тогда особенно и будет наслаждаться выгодами от богатства, когда отойдет отсюда. Если же хочешь еще здесь выедить сына господином имущества, то этого скорее можно ожидать от монаха, нежели от мирянина. Кто, скажи мне, бывает более господином богатства? Тот ли, кто издерживает и раздает его с великою щедростью, или тот, кто от скупости не смеет и прикоснуться к нему, но зарывает его и воздерживается от своего как бы от чужого? Тот ли, кто тратит безрассудно и напрасно, или кто делает это надлежащим образом? Тот ли, кто сеет на земле, или кто делает это на небе? Тот ли, кому не позволяется раздать все свое, кому он захочет, или кто свободен от всех требователей разных поборов? Земледельцу и торговцу многие приступают со всех сторон, принуждая оплатить подати и требуя каждой своей доли. Но кто желает подавать нуждающимся к тому, никто ниоткуда не явится с подобными требованиями. Так что он и здесь более бывает господином своего богатства. Неужели того, кто расточал бы имения на блудниц, на чревоугодия, на тунеядцев и листецов, позорил бы свою честь, терял бы спасение, делался бы достойным по смеянию, ты назовешь господином расточаемого. И от того, кто издерживает свое имущество с великим благоразумием для истинной славы и пользы, и наугодное Богу ты не назовешь таким, тогда ты сделаешь то же, как если бы, видя кого-нибудь, бросающим свое имущество в водосточные канавы, называл его господином их, а употребляющего их на необходимые нужды, стал бы оплативать. Как бы не имеющего власти над издерживаемым. А лучше сказать, таковых людей надо бы насравнивать не с теми, которые просто тратят свое имение, но с теми, которые тратят на зло своим головам, потому что те издержки делают человека более знатным, более достаточным и более безопасным. А эти подвергают не только стыду и позору, но и неизбежной погибели. Продолжение следует. Продолжение следует...